Всем привет и добро пожаловать на мой канал, это вторая часть о фаворитах за 2021 год и сегодня мы поговорим с вами о пустых банках в основном, которые меня впечатлили за 2021 год что вот прям для меня было супер-пупер в уходе за лицом на самом деле средств немало, ну не все пустые баночки, но очень много из этого я для себя вот с правой стороны здесь выложила, в идеале конечно вот у меня же есть две камеры, я могла бы снимать на две камеры и показывать вам но ладно, как снимаю, так снимаю и я немножечко сяду с вашего позволения боком чтобы я могла все это брать, показывать, рассказывать давайте начнем наверное с очищения, то что мне безумно нравилось в этом году именно в плане очищения, вроде вот я сейчас смотрю все ли я взяла, ну наверное да первое, то что честно я не добавила, но это остается моей любовью это гидрофильный бальзам для снятия макияжа от Хеймиш но и он ко мне уже пришел и он будет со мной опять и в 22 году но давайте покажу именно новинки, что я для себя попробовала и что меня впечатлило первое, вот у меня уже заканчивается, это пьюн коньюль и это очищающая пенка хотя сейчас я вам расскажу, для меня это не совсем пенка с низким PH здесь 100 мл, стоит она точно не помню сколько, на iHerb продается, ну еще наверное где-то конечно же, но я брала на iHerb, это относительно была их, ну вернее это новая была серия в этом году, которая вышла и почему не совсем пенка, потому что это действительно за счет того, что здесь низкий PH это настолько мягкая и приятная по своей консистенции пена то есть ее практически не получается по сути это такой крем, который чуть-чуть размыливается и для утреннего ухода просто потрясающе подходит, чтобы с утра умыться но я, честно, использовала и после гидрофильного масла вечером, тоже все чудесно работало кожу не стягивал, у меня не было абсолютно никаких проблем с высыпаниями чтобы как-то плохо очищал, нет, отлично, отлично работало вот это средство и я прям 5 из 5 могу поставить и с удовольствием бы его повторила прям осталось в таком хорошем послевкусии от него и очень-очень довольна следующее, что мне тоже нравилось, это от Biore это тоже такая очищающая, ну как бы типа пена, но не совсем это оказался скраб, то есть тут крупные, но не царапающие, скрабирующие частички были в составе а по сути это все то же самое, к чему мы привыкли вот в виде вот таких вот каких-то я их называю вообще, честно, бальзамами для себя, а не там пеной для умывания и очень приятное средство, отлично тоже подходило и для второго этапа но не на каждый день, хотя как я сказала, вот эти здесь скрабирующие частички я, честно, я тут просто, я его аж внутри воду заливала, вымывала, чтобы все использовать очень мне нравилось и да, был вот моим фаворитом я обо всем сегодня буду именно в этом видео относительно кратко рассказывать чтобы оно не получилось огроменным это Фаберлик, айсиул, это пилинговое уже средство то есть это пилинг, скатка, к которым мы привыкли и раньше особенно я помню лет 7 назад, 8, когда я пришла на ютюб, это просто все гремело и вот у Фаберлик тоже есть такое средство я, если честно, его разрезала, полностью использовала и выкинула но забыла просто про видео, которое я планирую снимать в конце года но у меня осталась коробочка, поэтому показываю только коробку очень мелкие такие абразивные частички вы начинаете умываться, все скатывается и, естественно, конечно, это не грязь, это не мертвые клетки как когда-то мы думали, да, но все уже понимают а просто между собой сами он скатывается по сути но действительно отлично очищает у меня подружка по моей наводке брала, потом еще раз заказала он говорит, я просто в восторге, честно, я тоже в восторге потому что после кожи, ну настолько, вот как будто бы вот ее супер отполировали вы слышите эти звуки? этот ремонт у соседей никогда не закончится ее супер отполировали и она вот такая вот прям блестит как попка младенца, хочется сказать вот у меня прям напрашивается очень, очень мне понравилась эта скатка также мне понравилось вообще, в принципе, в этом году у меня много чего было ну, не много чего, но относительно немало от Bio Beauty то, что они мне высылали, кстати, на обзор ну, что мне очень понравилось это гель для умывания минеральный и это очень классное средство вы знаете, как я его использовала то есть гель, это громко сказано почему? потому что, по сути, это такой песочек который уже мокрый вы его наносите и ни в коем случае сразу там ничего не трете на своем лице вы нанесли, подождали пока он высохнет буквально минуту-полторы и потом аккуратно начинаете смывать и получается, что вот за счет вот этих таких трений кожа настолько, вот этот песочек мелкий-мелкий, он не царапает кожу ни в коем случае но так хорошо все вот очищает кожа тоже настолько вот я люблю где-то раз-два раза в неделю использовать такое средство или утром, или вечером просто супер вот кожа прям отшлифованная красивая обожала дальше, вот я просто думаю что дальше я вам покажу наверное дальше давайте поговорим про... а, еще я одно не показала средство тоже продолжение темы био-бьюти у меня это появилось относительно недавно месяца, наверное, полтора может быть, два назад это биочистка серебряная и это по сути очень сильно похоже на вот этот гель который я вам сейчас показала но мне он понравился чуть больше за счет чего? за счет того, что здесь во-первых, 100% натуральный минерально-солевой это скраб и подходит вообще для ежедневного умывания но я ежедневно все-таки не использую хотя для моей нормальной чуть-чуть склонной к жирности кожи ну, как бы, в принципе, окей и он и идет для жирной, комбинированной и нормальной кожи то есть здесь также ложечка была вместе с ним вы разводите необходимое количество вот этого я его тоже называю песочком этого скраба я наношу на лицо жду чуть-чуть и потом также аккуратненько убираю его остатки очень нравится как выглядит потом кожа ну, вот прям вот супер вы знаете это не каким-то жестким скрабом помните, как мы пользовались тоже наверняка многие из вас чистая линия абрикосовый когда просто уже лицо жжет ты там уже себе слой целой кожи снял нет это вот то что прям вот класс и особенно если остались какие-то постакна какие-то пятнышки он хорошо помогает вот это вот все убрать чуть-чуть подсушить и вот эти вот следы деликатно да, если можно так выразиться можно от них избавиться ну, короче, я осталась очень-очень довольна вот хотя средство относительно недавно у меня появилось но я понимаю что это уже фаворит это то, чем чем я буду пользоваться дальше просто с огроменным удовольствием я все ближе ближе к микрофону чем шумнее становится у меня за стеной дальше маски о, маски ну, я хочу начать с двух тканевых есть, честно, масок то, что у меня появилось не в прошлом году но то, что вот я использовала вернее, в этом году а появилось в прошлом году в конце, по-моему это доктор Джарт я неоднократно вам, девочки, рассказывала у меня здесь было 5 масок что это да, я не так много пробовала ну и немало тканевых масок но это что-то невероятно классное это маска осветляющая и она действительно осветляет она придает сияние кожи это нужно попробовать чтобы оценить и понять эффект вообще, что она делает я в огроменном восторге я очень здесь безумно классное лекало и оно непривычное такое, которое полностью знаете, вот по коже то есть она такая ткань интересная два слоя один снимается один остается и она настолько пропитана вот кремом будто бы и кожа полностью вот так вот принимает форму кожи что-то невероятно классное и из бюджетных мне понравились Lululun вот такие вот масочки здесь было 7 штук вместе и эти маски у меня были увлажняющие стоят я их, по-моему, брала на акции рублей за 350 на iHerb ну то есть отличная цена для такого количества масок и они действительно увлажняющие это что-то не супер невероятное но за эту цену ты получаешь на самом деле увлажнение с довольно-таки удобным лекалом хранила в холодильнике все супер поэтому вот это маски которые я точно повторю потому что ну они доступны для меня скажем так и мне они понравились это вот то что произвело из тканевых масок на меня впечатление дальше давайте наверное покажу вам тоже маски которые у меня в этом году что-то появилось что-то уже было но полюбилось именно вот непосредственно в этом году первое это то о чем я вам сто раз рассказывала то что я на iHerb постоянно беру и первый раз вообще лет семь назад познакомилась благодаря подружке с этой маской это фриман это овсянка и авокадо это маска которая вот просто вам необходима если вы любитель расковырять свое лицо выдавить какие-нибудь прыщики у вас красные пятна а вам нужно срочно куда-то бежать и не знаете что делать замазать не получится наносите на минут 15 эту маску она так снимает супер покраснение это ну вот честно что-то невероятное я в этих целях как правило ее беру потому что именно какого-то очищения супер от нее я не вижу да чуть точки черные могут посветлеть на носу да очень приятная после кожи и даже я бы сказала увлажненная хотя она местами может пересушить ну такой вот интересный у нее эффект но вот именно с той целью с которой я говорю я ее обожаю это вот лучшее из всего что я пробовала именно для таких целей мне очень понравилось я честно не возлагала надежды на вот эту маску Now Solutions это европейская глина то есть ну я думала ну глина и глина здесь большой у нее довольно-таки объем и она такая прям клейкая она такая интересная то есть она естественно в сухом виде вы ее разбавляете с водичкой держите на лице и снимается она действительно знаете как глина такая вот у нее ей лучше не давать подсыхать и сбрызгивать ее пока вы ее держите но после кожа вот такая вот выровненная красивенькая очищенная на самом деле поэтому да я вот в эту масочку я влюбилась на меня произвела миниатюрка впечатление я очень ее хочу в полном размере это пикси это glow mood клинза и это маска которая немножко щиплет на лице но ты после нее видишь на самом деле что у тебя поры очищены что поры сужены у меня вот здесь довольно-таки расширенные поры и они с каждым годом становятся все более и более заметны к сожалению и ты просто видишь что твоя кожа дышит но вот что-то вот эта маска что-то на моей коже делала невероятное мне ее хватило буквально на два раза и оба раза я отмечала вот этот вот классный такой от нее эффект потом в этом году я знакомилась с масками по-моему это было в этом году бак здрав но мне очень понравилось я хочу отметить маска для проблемной кожи пробиотическая номер 23 это силиконовая маска такая здесь неудобная помпа постоянно слетает но что касается самой маски она очень хорошо то есть она ты ее наносишь она вот такая же говорю силиконовая кремово-силиконовая а потом она подсыхает и она очень хорошо ты уже это видишь постфактум то есть не сразу а там на следующий день если вечером воспользовалась с утра что прыщички или какие-то высыпания они подсушены и мне показалось что она хотя она идет 16 плюс но мы умножим это на 2 плюс еще 2 года и все будет ок но просто факт в том что действительно мне вот эта маска понравилась как она подсушивала прыщики как она воролась какими-то вот именно покраснениями и то что я еще заметила она кстати мотировала кожу когда я ей пользовалась летом я замечала что у меня кожа так сильно вот где у меня обычно жирница в той зоне так сильно не выделяла себум это было конечно очень здорово и последняя маска которую я хочу отметить это сукин это именно увлажняющая маска и она идет для всех типов кожи здесь 100 миллилитров у меня ее уже осталось немного я ее буквально сегодня делала я ее так сильно люблю это кремовая такая водянисто кремовая с вообще нейтральным нет запаха у нее никакого аромата очень классная маска которая действительно увлажняет если у меня кожа вот прям в такой сезон как сейчас ей необходимо хорошее увлажнение я ее наношу и у меня просто проглатывает кожа то есть мне ну да я могу конечно умыться потом но по сути даже это не нужно потому что все ее нет даже если я толстым слоем наношу когда кожа у меня довольно таки увлажнена уже сама по себе то нет остается довольно таки много этой маски я ее либо смываю либо промакиваю ну когда как она действительно супер классно увлажняет кожу я осталась очень довольна подходит для всех типов и кому важно чтобы не было какого-то аромата вот это тот случай и а нет еще у меня маска осталась не могу не отметить девчонки я это моя вторая баночка одна у меня в пустых банках уже есть за декабрь кажется как раз биобьюти осветляющая маска номер восемь девочки это маска которая реально осветляет немного пигментные пятна и выравнивает цвет лица это новенькая просто спасибо за то что они мне прислали ее я вот я ее обожаю потому что она и увлажняет и осветляет и выравнивает тон лица и потому что у меня пигментные пятна но я об этом говорю когда у всех у нас разные проблемы у меня пигментные пятна мои проблемы при том они такие заметные были но я не стала прибегать к тому же и к спигменту он у меня все еще лежит я решила вот такими средствами особенно летом она мне так помогала потому что кислотами пользоваться не можешь а вот это вот за здрасте очень-очень хорошее также нужно разбавлять водичкой и наносить не давать ей подсыхать потом смываете и видите очень хороший результат на своей коже вот теперь вроде бы смазками все давайте поговорим я хочу показать очень сильно вам два пилинга которые меня я с осторожностью вам их покажу это юз оба первый это салициловый пилинг почему с осторожностью здесь аж 20% девочки я снимала влог когда я себе обожгла лицо в первый раз им воспользовавшись я им пользовалась раза три я могу сказать что это очень сильный работающий пилинг и нужно быть очень-очень аккуратным прям вот очень потому что даже за 5 минут можно себе сжечь лицо потом ходить две недели как змеюка облазить но вот если меня спросить стоит ли того эффект да поэтому я сказала что с осторожностью конечно лучше где-то точечно нанести аккуратненько смыть буквально через там пару минут и он кстати очень интересный он масляный он как будто бы масляный я сейчас пройдет новый год я активно начну им пользоваться я до дня рождения не пользовалась до середины декабря и к новому году не хочу рисковать пользоваться но он прям обалденный что касается гликолевого пилинга здесь аж 30% концентрация ретинол масло чайного дерева аналогичная ситуация то есть мы помним что БХ кислоты салициловая кислота к которым относится она проникает вглубь кожи она хорошо подходит для тех у кого есть высыпание у кого кожа жирная что касается АХ кислот гликолевой в том числе относящимся к ним кислотам то она на поверхности на верхнем слое по большому счету борется то есть это когда нужно с теми же пигментными пятнами бороться какими-то убрать пятна от постакна и так далее и для увлажнения кожи я могу сказать что тоже она мне понравилась она тоже такая как будто бы масляная за 5 минут просто сжигает все чешется лицо потом кожа облазит до конца не приспособилась честно ими пользоваться но эффект который я вижу после он ну просто я не могу не выделить их потому что я понимаю что нужно чувствовать свою кожу нужно еще меньше держать нужно постепенно это все по нарастающей но так ничего подобного в домашних условиях никаких у меня пилингов до этого не было поэтому я в таком восторге патчи либо нет давайте наверное раз мы поговорили про кислоты я хочу выделить два солнцезащитных средств за этот год которые вот мне очень прям понравились солнцезащиты у меня обычно всегда много потому что я не выхожу никогда на улицу ни летом ни весом ну никогда без солнцезащиты неоджин это серия с пребиотиком 50 SPF плюс и это классный был настолько крем солнцезащитный он мне нравился как основа под макияж то есть это такой огромный плюс когда ты наносишь крем он не слишком жирный он отлично впитывается он служит тебе базой под макияж и в то же время у него такая солнцезащита он довольно-таки легкий был по своей консистенции с безумно приятным ароматом и главное да он защищал конечно же от солнышка я прям вот осталась от него в восторге точно так же как и доктор Джарт это Every Sunday это флюид 100 мл здесь оправдана цена на мой взгляд за этот тюбик потому что это потрясающе это уже более такой жирненький но по сути лосьон жиденький но по консистенции на коже ощущается он более жирненьким лосьончиком кремом но так же чудесно макияж ложился на него не оставлял он каких-то белесых пятен относительно быстро впитывался в коже но я прям ой он у меня закончился вот в этом месяце и мне сейчас так жаль потому что я его любила я его очень любила потому что он супер-супер классный теперь про патчи патчи вы наверняка если со мной давно знаете что я люблю от Хеймиш я вам их уже показывала много раз это стандартные такие патчи которые отлично увлажняют знаете они вернее не стандартные что мне нравилось в них что вот после них нужно правда умыться какой приятный аромат болгарской розы вот такой неудушливый после них нужно умыться потому что остается такой как будто бы гель как будто бы вот кожи что-то приклеилось но сами по себе патчи они отлично разглаживали кожу естественно это временный эффект но они отлично увлажняли они подготавливали вот если не выспалась если вдруг какие-то припухлости уже когда тебя переваливает за тридцатку начинаешь это все замечать видеть у кого-то природный уже там в другом возрасте это как нормальное в кавычках да явление очень мне они нравились но и я просто их показала даже для сравнения хотя они правда для меня были вот лучше ничего не пробовала пока я не попробовала другие патчи и в этом году вот именно эти патчи которые я вам сейчас покажу они перебили мою любовь к тем не думала что такое случится это дерма и это патчи с витамином с осветляющие увлажняющие с кофеином витамином в3 алантаин не знаю что такое если честно боже какие они классные они так осветляли вот эту зону я такого эффекта не видела ни от одних патч а перепробовала я их ну в принципе немало они такие интересные на один раз мне еще остались ну по сути конечно это уже пустые баночки я просто хотела вам их показать они очень классные девочки ну я не знаю они тоненькие они не слазят с кожи то есть вот их как приложил куда они не будут слазить и они отлично осветляют осветляют они реально осветляют то есть я об этом говорю а для меня знаете у меня такой контраст еще то что у меня вот эта зона где много пигментных пятен вот здесь и чуть-чуть стали под глазами появляться и когда я их снимаю я вижу здесь вот так вот все прям выбелено а здесь вот эти пятна я стала наносить сюда просто потрясающе я их ну это вот то что я однозначно повторю в следующем 2022 уже году конечно хочется пробовать что-то новое но когда находишь какие-то вот такие жемчужинки хочется снова взять именно их и мы подходим уже практически к финалу не могу не выделить показать и сказать что я стала все-таки систематически делать себе это массаж гуаша обычный скребок который я брала на алиэкспресс за 300 рублей как сейчас помню не знаю отличается ли он чем-то действительно там от нефритового или там какого-то еще просто отличный скребок но самое главное что я использую это масло которое тоже заказывала на ахерп ауракация и это масло шиповника и также здесь еще в примеси идут другие масла в составе разные мне во-первых удобная помпа все как бы отлично оно довольно таки но оно не такое жирное и отличное по консистенции именно для масла для вот такого массажа я его наношу скребком прохожу сделаю где-то пару раз в неделю надо бы конечно почаще но мне очень нравится единственное все-таки я поняла что его лучше смыть с кожи потому что оно может забить поры немножечко вот комедогеном мне как показалось но так просто по нему скребок отлично отлично водится и самое главное убираются при пухлости морщинки ну у меня вот очень активная мимика лоб просто я ничего не колола ни под глаза ни в лоб и у меня это все как бы очень активно и уже заметно и честно хочется вколоть гиалуронку там ботекс и так далее но пока вот я решила такими средствами бороться и эффект виден нужно себя приучить просто это вот кофе налила и сразу делай тоже это почему бы нет кремы для лица я вам хочу показать несколько которые вот в этом году я для себя выделила при том началось все то что вообще не думала что мне понравится это эрсак это турецкая косметика она по моему по каталогам продается что-то типа нашего фаберлики они мне присылали на обзор девочки я так влюбилась в этот крем я бы его назвала лосьоном здесь аж 100 миллилитров с маслом черного тмина это да аромат черного тмина действительно очень такой насыщенный заметный не самый приятный но этот лосьон он так классно просто мне нравился он по эффекту он отлично впитывался он давал мне вот такую гладкость кожи бархатистость он давал мне ощущение что моя кожа напитана очень-очень прям нравился поэтому не могу его не выделить но долго на нем останавливаться не буду потому что не знаю как именно нужно заказывать ну вернее я не уверена ставлю ли я на это все вам ссылки но очень постараюсь от химиш это крем который тоже не стоит долго останавливаться потому что показываю года три подряд вам уже в фаворитах три года я покупаю его либо мне присылали на обзор когда как но я не могу про него не сказать девочки это потрясающе это крем который единственный из всех который когда-либо у меня был за всю жизнь который мне давал ощущение невероятной какой-то роскоши вот именно внутреннего такого ощущения начиная с невероятного аромата болгарской розы которая пахнет действительно приятно а я запах розы вообще не люблю в косметике но это пахнет приятно текстура сатиновая на кожу наносишь просто вот так вот как будто бы ты кожу трогаешь ты не веришь что это твоя кожа ни один крем лично мне не давал на моей коже такого ощущения что кожа это бархат что вот будто бы ты по бархату водишь и кожа напитанная кожа красивая она как будто бы уплотняется от этого крема невероятный для меня это невероятный крем это то что вот мне хочется повторять и повторять честно не знаю вот такой он какой-то невероятный и других слов у меня нет серови то что у меня уже был когда-то этот я вообще брала парня в итоге использую сама он для сухой и очень сухой кожи без запаха стоит копейки но девочки это хороший базовый крем если хочется сыворотку в него какую-то добавить если просто в чистом виде у меня кожа не сухая тем более не очень сухая но он мне отлично подходит в качестве вечернего крема и наношу также на зону декольте и мне он прямо что-то уже на мне тут у меня на руках уже крем остатки от чего-то на себя размазываю очень хороший здесь есть керамиды ну по крайней мере так заявлено состав хотя кстати здесь не самый какой-то вот знаете чтобы сказать тут идеальный прям супер-пупер состав но по сути нет но тем не менее это вот базовый за свою цену хороший крем который ну он для меня да фаворит потому что с удовольствием уже почти его доиспользовала немного осталось и следующий крем который у меня вообще когда-то появился сначала в пробнике он мне так сильно понравился что я его захотела попробовать это фаберлик кстати тоже отжала правда у парня его но я просто увидела что у него стоит запечатанный я говорю ты пользуешься он нету новый стоит я говорю давай сюда я его хотела пролексир серия и это с гиалуроновой кислотой интенсивный дневной крем я его наношу с утра и мне нравится эффект вот то есть даже если я делаю гуаша я потом убираю масло с лица умываюсь или просто тоником протираю и использую вот этот крем он такой водянистый он просто увлажняющий никакого питания ничего не дает и просто вот кожа увлажнена легкое увлажнение мне в качестве с учетом того что допустим я потом если буду выходить на улицу и знаю что буду наносить еще крем с SPF для меня это самое то если нанести только его и потом к примеру там выйти на мороз нет этого не хватит он не такой прям интенсивный но для меня он фаворит потому что это легкая текстура которая быстро впитывается и которая лично моей коже достаточно и очень нравится после него ощущение и как выглядит кожа и из этой же серии я хочу тоже отметить что как такой легкий вот когда утром быстро надо нанести крем я хочу отметить для глаз из этой же серии пролексир с гиалуроновой кислотой крем для век он у меня тоже здесь буквально на раз-два он у меня остался то есть это не то что вы знаете лучшее из лучшего что я пробовала это именно вот то что мне в этом году нравилось и часто было необходимо просто быстро что-то утром нанести с учетом того что дальше я буду делать макияж и именно вот мне нужна была такая легкость я не показываю вам ни одного крема на вечер который я бы использовала по той причине для глаз у меня просто не было лучшего вечернего крема у меня есть несколько но которые я еще либо не распробовала либо мне не понравились ну вот как-то так но я хочу выделить еще один крем для глаз который безумно мне в этом году понравился это фаберлик тоже вот как-то так сложилось фаберлик почему вы больше ничего мне не присылаете биоглоу серия крем для века ну он так и называется бьюти серия биоглоу да просто почему я хочу выделить крем этот я думаю что я его скорее всего закажу это супер классно работающий крем особенно на утро если потом там не делать да даже если и делать макияж я делала он легкий у него такое небольшое есть покалывание он как будто бы чуть-чуть ментоловый я даже не знаю за счет чего есть честно вот этот эффект но он кожу под глазами чуть-чуть осветлял он как-то вот за счет вот этого вот покалывания при пухлости убирал то есть знаете это замена патч такая быстрая что вот ты там умылась нанесла потом зубы пока чистишь он у тебя работает очень-очень мне понравился и кожа после такая гладенькая знаете такая приятная даже консилер если наносишь под глаза он не западает как обычно ну как часто у меня по крайней мере бывают морщинки а он ложится все-таки поверх и выглядит гораздо красивше очень мне он нравился девочки мы это с вами сделали мы рассмотрели ну вернее я ладно я не знаю что за привычка вот так часто блогеры мы с вами а вот сейчас мы по сути же это снимала я рассказывала я я поделилась с вами своими фаворитами в уходе за лицом за 2021 год напишите если что-то из этого вы тоже использовали вам нравилось ну вообще будет интересно узнать ваше мнение понравился не понравился вам формат мне честно очень я вот прям трепенно вы представляете год собирать пустые банки эти пакеты для того чтобы знать что ты только там в декабре снимешь такое видео но мне хотелось мне самой даже было сейчас интересно окунуться в атмосферу того что вот мне нравилось возможно конечно я что-то забыла но вроде бы нет у меня должен быть дома у родителей еще пакет с разочарованиями может если я успею то я вам отсниму но скорее всего это будет уже я во влог включу потому что к счастью там не так много вроде бы должно быть баночек с разочарованиями а может быть и выйдет видео не знаю посмотрим спасибо большое что вы были со мной поставьте пожалуйста лайк этому видео если оно вам понравилось понравилось уже заговариваюсь ну а мы увидимся совсем скоро пока-пока пока